Канал ТНТ приостановил съемки развлекательных программ, переключатся возможно на сериалы, вот новость прилетела буквально перед самым началом эфира, там правда Тина Канделаки уже нарисовалась, начинает там что-то врать, типа ребята вы все неправильно поняли, госпожа продажная Тина Канделаки, мы это как раз все поняли как надо, поняли, потому что мы прекрасно отдаем себе отчет, что юмор в общем это очень мощное оружие против диктатуры, особенно в таких государствах, хотел сказать как наш, особенно в тотальных государствах, примеров масса, почему, ну потому что мою программу например, ну не каждый сможет смотреть, кому-то покажется подача слишком тяжелой, кому-то может показаться что-то не очень понятным, вот юмор это такая вещь, такая информация, которую употребляют все, даже махровые ватники, вот если начать шутить на политические, околополитические темы и все это польется в уши махровые, и они не дай бог, начнут что-то подозревать, вот это будет ай-яй-яй, повторюсь, примеры уже были, ну КВН помним, да, в Советском Союзе закрывали, как думаем, почему? В 80-е годы там преследовали того же Задорного, того же Жванецкого и многих других по той же самой причине, с одной стороны это конечно хорошо, с другой стороны, слушайте, ну пробиваем дно днищенское, начинаем! Ой, ребят, вызывайте санитаров, риторика по поводу целей и задач в отношении так называемой спецоперации в очередной раз изменилась в понедельник. В ходе заседания Совета Безопасности прозвучала новая вводная десатанизация Украины, вот оказывается чем должны заниматься российские вооруженные силы на территории сопредельного государства, я не шучу абсолютно. С речью перед собравшимися выступил помощник экс-директора ФСБ, а ныне секретаря Совбеза Патрушева, некто Павлов, и как понес! Киевский режим превратил братский народ в тоталитарную гиперсекту, исповедующую, внимание, неоязычеству, как основу радикального национализма. Точное число сект неизвестно, но счет идет на сотни, короче, мы должны помочь. Братьям вернуться на путь праведный, вспомнить об истинных ценностях и прочее бла-бла-бла. Да что ты, черт побери, такое несешь? Нет, мне тоже хотелось крикнуть, когда я он, а я услышал, дядя, ты дурак вообще! Ты сам-то ни в какой секте часом не состоишь, а пациентом думы печали не являешься, нет? Однако уже очень скоро осознал ненормальный, по всей видимости, в этом уравнении именно я, поскольку бредни господина Павлова не то что не замяли, не затихарили, ну пока он и до нормальных людей не дошло, напротив, это даже стали тиражировать больше, скажу, у Павловской какофонии моментально появились последователи. Наша сегодняшняя война, это не война с народом Украины или с народом Соединенных Штатов Америки, а это по апостольскому слову, святейшую на помощь слова, наша война не против плоти и крови, а против злобы духов поднебесных. И мы воюем сегодня не с украинцами или с американцами, а вот с этим духом, с этим духом, который пытается и в нас вселить свою злобу. С другой стороны, ну у меня, например, кое-какие объяснения всему этому мракобесию есть, разумные причем объяснения докладывают. В прошлых выпусках уже заикался, холопы, похоже, начинают о чем-то догадываться все чаще. Простые россияне и не только россияне, между прочим, задаются неудобными вопросами, такими как, слушайте, 8 месяцев назад нам говорили, о многочисленных биолабораториях на территории Украины вблизи наших границ, про, между прочим... Разоблачение недели. Наши военные рассказали, а потом и показали документы о том, что на Украине три десятка тайных лабораторий вели в интересах Америки запрещенные опыты, конкретно над биологическим оружием. На ебанике, блядь! На ебанике! Сегодня эти территории контролируются российскими вооруженными силами, так покажите уже их нам, называют граждане. Вот эти вот самые биолаборатории, ну хотя бы одну. Про нацистов много болтали, от которых братский народ буквально задыхается. А есть уже какие-то кадры из разгромленных нацистских штабов, скажем. Продемонстрируйте общественности и их тоже, вот эти вот штабы, толпы пленных нациков, фанатиков. Ну, хоть что-то, что можно предъявить, предъявите. Вот только предъявлять-то, насколько я понимаю, особенно нечего в связи с чем. Ребятишки придумали на скорую руку историю о том, что в принципе нельзя потрогать руками сатанисты, бесовщина, демоны, молодцы! Вариант, кстати, совершенно беспроигрышный, даже если что-то пойдет не так. Хватит! А демонов-то и нету! Были демоны, мы этого не отрицаем, но они самоликвидировали. Браво артистам! Хай-то реальная журналистика, и мы продолжаем ничему не удивляться. Поехали! Думаете, все, закончили с маразмом? Сейчас! Госдума единогласно в первом чтении приняла законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Хинштейн с этой идеей носился, в одном из прошлых выпусков рассказывал, и вот оно уже в работе. Значит, три административные статьи там предусмотрены. За пропаганду педофилии штраф 800 тысяч рублей, это для граждан 10 миллионов для организации. Гомосексуальные отношения и все, что с ними связано, даже если человек заикнулся о собственных сексуальных пристрастиях, ну как Красовский в свое время открыто сказал, я гей, так вот в этом случае 400 тысяч и 5 миллионов рублей. И, соответственно, если же в ООНом будут еще и дети, задействованы каким-то макаром, такое будет расцениваться как пропаганда среди несовершеннолетних, штраф 200 тыр для физиков и 4 миллиона для юриков. Речь идет о довольно простом решении, которое призвано оградить наше общество и наших детей от той грязи, которая сегодня, к сожалению, навязывается нам, в том числе и с Запада. Фу! Плохой мальчик! Фу! Плохой! Фу! Ярко-вкусный пломбир от чистой линии. Придется сдать себя на передержку. Это не очень было культурно! Я одного понять не могу. Других проблем на России нет в текущей-то ситуации. Впрочем, вот тут надо напомнить, что каждая медаль имеет две стороны. То, о чем лопотал Толстой только что, это ведь лишь орел. А давайте-ка посмотрим на орешку. Что мы будем делать, скажем, с культурой после принятия вот этого идиотского закона, там, книги, фильмы и так далее. Речь в данном случае не только о горбатой горе отечественной классике. Оно ведь тоже коснется Лолита Набокова. Бесы Булгакова и даже Тихий дом Шолохова выбросим все это за борт и забудем, как страшный сон. А Петр Ильич Чайковский гомосексуалистом мужик был. Если кто-то не в курсе, все. Не слушаем больше его музыку. А с этими людьми как? Георгий Милляр, заслуженная баба-яга Советского Союза. Или Фаина Раневская. Одни только цитаты, которые это уже национальное достояние. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня. Да ё-моё, тот же Сталин познакомился со своей будущей женой Аллилуевой, когда ей было всего 13. Все о Сталине забыли? Ну на штраф же можно налететь, пропаганда, педофилия, как-никак. Если бы только Сталин он им грешил, в смысле расстрителем был-то. Половина русских царей на несовершеннолетних принцессах женились. Нахер, вычеркнем мы их из своей истории, так? Чуть не забыл Кутузов. Да, да, да. Михаил Илларионович Кутузов, выдающийся русский полководец, фамилия которого фигурирует во всех учебниках истории. И не только российских. Сука, не поверите, бисексуалом был, как бы сейчас сказали. А вы не знали, но теперь знаете. Эти кадры сейчас показал не просто так. 20 октября, зал Карнеги Холл, Нью-Йорк аплодирует российской пианистке Осетинской и скрипачу Венгирову. Они только что исполнили произведения великих русских композиторов в РФ. Музыканты в данный момент под запретом из-за своей антивоенной позиции. Но это же Запад. Пытаются запретить русскую культуру. Визжат из каждого утюга путинские пропагандисты. Конечно, Запад. Кто же еще? У нас ведь всего лишь теперь до кучи Чайковского Госдума отменила. Ну и всех остальных тоже. Кроме Путина. Политично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово. Не понимаешь политической ситуации. Наша культура для них представляет опасности искусства. Поэтому пытаются ее запретить. Наше развитие и процветание тоже для них угроза. Конкуренция растет. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам. На, серьезно. Ты не верил? Ах, ну да, раз Госдуму упомянули добрым словом. А это не единственная глупость, которую в данный момент обсуждают наши депутаты. Знаете ли вы, что прямо сейчас в Нижней Палате Российского Парламента на рассмотрение находится еще один дурацкий законопроект о недопустимости использования иностранных слов. What? What the fuck? А, впрочем, вот тут я отчасти с авторами идеи соглашусь. Ну, хотя бы потому, что зачем, например, употреблять в отношении какого-нибудь обославшегося депутата или чиновника красивое заморское слово коррупционер вор. Вот это та самая точная характеристика. И всем все сразу понятно. Мэр Петров подозревается в коррупции. Говорят они нам не так. Мэр Петров вор и вся недолга. Пропагандистами то же самое. Что-то мы их зачем-то ласково по-французски называем пропагандистами упыри. Лжецы, мозгозасидатели, согласитесь, так ведь тоже красивее. Не очевидно пока правда, что со словом президент делать в данной ситуации, оно так же заимствованное. Да ладно. Да неужели придется вернуться к этой старой, доброй формулировке сказочной... Я царь имел ввиду царь. Сказочный царь, а вы о чем подумали? Таких метафор, сравнений, эпитетов, образов нет ни в одном языке мира. Поэтому, наверное, так сложно перевести поэзию Александра Сергеевича Пушкина на иностранный язык. А мы на этом языке говорим. Ну а если серьезно и без стеба, ребят, есть у меня такое опасение, что очередную покостишку для нас готовят. Просто случится однажды так, что ты где-нибудь брякнул, окей, и тут же прилетел штраф в 50 тысяч рублей. Ну бюджет-то как-то им надо пополнять в существующей парадигме. Мы же с недавних пор для них новая нефть. Вот ребята и стараются. Придумывают, с какого места можно еще состричь у любимых барашков. В данный момент, между прочим, проект бюджета там же. В Госдуме на утверждении болтается. Так вот, кроховуры почти на 50% увеличили статьи по военным расходам. И еще на 30% по содержанию госчиновников. А где взять-то? Впрочем, об этом предлагаю поговорить уже в следующем выпуске. Время. Это была реальная журналистика сегодня. Вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok